Ты пьяный, что ли? Нет. По отличии от. Здравствуйте! Сегодня я приветствую на своем канале всех, кто когда-либо подписался на него в надежде видеть видео из путешествий. Я знаю, что я не радовала вас именно протяжении уже нескольких месяцев, и даже некоторые начали спрашивать меня, мол, какого хрена, Соня, где вот это вот всё, и почему-то снимаешь только бьюти-блоги. Но сегодня ваш счастливый день, потому что вот оно. Я сегодня в Испании, в городе Аликанте. Я сегодня здесь второй день, но вчера я ничего не снимала, потому что мы прилетели, и я просто полдня проспала. А потом мы пошли пожрать, и всё. Но сегодня было всё по-другому. Сегодня утром мы пошли на пляж в надежде искупаться, сделать там фотосессию, видеосессию и все вот такое дерьмо. Но в итоге мы пришли, увидели, что там всего лишь 18 градусов на пляже, и вода, температура 10 градусов, и поняли, что нифига у нас не выйдет. Так что мы просто пришли на пляж, посидели, наверное, минут 20 там, и пошли домой. И сейчас мы вышли на прогулку, исследовать город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Это цветочный видеоблог, потому что здесь есть потрясающие скамеечки, которые сверху сделаны декорированными цветами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова В общем, мы пришли сейчас в порт Аликанте. То, что это порт, здесь выдаёт наличие большого количества яхт. И что есть примечательного? Во-первых, здесь просто невероятная вода. Такая зелёно-белая какая-то очень классная. Во-вторых, здесь косяк рыб. Не знаю, видно или нет. Но здесь, короче, прям вот в этой вот воде, где лодки стоят, здесь плавают рыбы. И ещё, что самое важное, здесь вот по всей набережной вот этого порта стоят скамейки, что-то вроде вот таких вот скамеечек. Здесь сидят люди, вот некоторые люди вроде нас. Некоторые пьют алкогольные напитки вроде пива, например, которое называется вот так. Я не знаю, как почитать это название, но самое главное, что это вайсбир, то есть нефильтрованное пиво. Очень вкусное, всем советую. Я такой человек, очень искушённый в плане пива. Я вот у Сани, ну, светлый пива, я его не люблю. Я пью аркогольные пивы, например, в Германии. Очень сложно найти. Чё ты там, блин? Я тут, видишь, видеоблок снимаю. Чем они здесь разговаривают? Это песня. Почему нужно именно здесь разговаривать своим языком? Вот, в общем, я нашла. Потрясающая еда, закусочка, в общем, всякое такое. Это орешки, арахис солёный и обжаренный в мёде. Это просто вот самое лучшее, что вы только можете попробовать. Если вы, конечно, на диете, то вам не нужно это есть, потому что здесь вам и жир, и углеводы, и соль. В общем, вот просто от этого жиреешь. Вот просто две минуты вот ты ешь, иди отсюда. Вот ты ешь и прям чувствуешь, как жиреешь. Но меня это не остановлю, потому что я вот такую штуку не ела уже, наверное, месяцев шесть точно. Поэтому, да. На, подержись. Сейчас будем съёмкой. Это будет... Вот так, держи. Так, да. А сейчас мы снимаем анбоксинг. Вот эти вот замечательные коробочки. Это арахис. Здесь закрыт вот такой мембраной, как кофе-мес-кафе Голд в старые добрые времена. И теперь, внимание, все... Нет, нормально, нормально, все открыли. И вот так вот выглядит это замечательное великолепие. Вы видите? Вот я подозреваю, что вы уже очень сильно хотите сожрать это, но это могу себе позволить только я. Все, мы сейчас пришли, значит, в наши апартаменты. И сейчас будет невероятнейший квест под названием «Открой дверь». А потом я вам покажу наш апартмент. Апартмент. И, собственно говоря, наверное, будем снимать кукинг, потому что кукинг — это то, чего ещё ни разу не было на моём канале. Здесь не только я пьяна сегодня. Но не только я. Вот, кстати, всегда, когда мы попадаем вот в эту вот дверь, мы всегда пытаемся открыть дверь, но у нас никогда не получается. А потом приходят какие-то люди, которые здесь живут и все равно помогают. А мне, что если сейчас не получится, все равно кто-нибудь придёт и поможет нам. О, нифига себе! Как это у тебя получилось? А вот то, что я видел. Что-то камеру не уронила, прикиньте, всё, отошло. Ну, держитесь, ребята, сейчас такое будет. Будет сейчас такой ром-тур. Я вообще-то там уже отрусил. Клё. Он сейчас все и видит, как там уже отрусил. Вот здесь вот такая вот остановочка. Очень здесь красиво. Мне нравится такое. У нас, кстати, оранжевая комната. Это самое лучшее. Самое лучшее, когда ром-тур неподготовленный здесь. Значит, лежит одежда и кровать. Чё, крик. Проходи. Вот здесь на стене просто занимательнейшая надпись, которая гласит, что love is all you need, all you need is love. Ну, это уже хуйня полная, в самом деле. Вот, значит, такой у нас ром. Здесь кухня с засранной посудой. Потом здесь диван. Здесь, в общем, такой бардак. Он был вчера снимать, на самом деле, но я чуть не подумала об этом совсем. Поэтому вот так. Здесь вот эта полочка, которую я заинстаграммила уже, наверное, 3 или 4 раза, потому что она очень красивая. Есть какие-то книги на английском языке, нужно почитать. И вот такой потрясающий вэн. Хип-по. Авария. Итак, сейчас как раз таки будет происходить самое что ни на есть кукинг на моём канале. Мы будем варить креветки, которые мы купили сегодня на рынке, которые называются супермеркадо. Начинается наше приготовление с того, что мы, вы не поверите, даже не я, а мы налили воду в кастрюлю с водой. Какие у нас планы, скажи мне, кукинг, участвую в видео. Сейчас мы будем ждать, пока вода закипит. Это крайне важно для варки вареников. Вареников? Креветок. Несмотря на то, что они уже ошпаренные продаются. Потом буквально несколько минут держим, так как они полузамороженные были. Полусвежие, полузамороженные. Всё, и получаем идеальные креветки. Потом мы идём на набережную и продаём их по 10 евро за 100 грамм. Но мы глядели в небо, и нам считали звёзды, всё, что друг другу мы не смели рассказать. Давайте пока посмотрим, что есть в холодильнике у нас. А здесь есть всякое, между прочим. Во-первых, здесь есть асфекционочка. То, что у нас в России не найти уже пару лет, точно, наверное, даже больше. Сыр Филадельфия. Потом есть очень классный сыр, который выглядит как колечко, но он содержит в себе... Excuse me. Короче, сыр этот с ананасом и с орешками. И он потрясающий. Он такой, типа, как десертик, но он вот чисто вот с винищем. Это вот самое лучшее вообще. Потом есть миллион йогуртов, конечно же. Это было, да? Да, это мы приехали, да, и вот всё, вот это для нас было. Потом есть красное вино. Значит, сколько стоит оно? Оэро? 8 евро. 8 евро оно стоит. Это, кстати, уже как панк львучит, да? До этого мы выпили вино, которое стоило 1 евро. Я думала, что это тоже стоит 1 евро, но, видимо, ладно. Не принимайте близко. Потом, значит, как раз-таки есть то, что мы будем сегодня готовить. Мешок с креветками. Дальше есть замечательный салат Цезарь, уже готовый. Очень вкусный, между прочим. Я уже такой один съела. И я съем, наверное, этот тоже. Потому что крема не замешает никто. Ну, завтра когда кто-то купил. И еще мы сегодня купили целый килограмм потрясающей вкусной клубники за 2 евро. Она такая вкусная, она так пахнет. Клубники захотелось. Потом, что есть еще? Такая вот ветчина. Еще вот такая ветчина. И есть вот такая хронотень. Это макароны спагетти-боланьезе, которые нужно разогревать в микроволновке. Я еще такое не пробовала, но на ужин. Ну, это, конечно, да, это самый деликатес. Где-то, где-то, посредине лета Разыгрываем конкурс. Что это такое? Для чего это используется? Тот, кто угадает, что это такое, получит это в подарок. Пишите в комментариях. Я потом выберу, когда узнаю, что это вообще. Я не знаю, что это такое. Срок акции до 4 мая. Значит, мы не успеем спереть это из отеля. А я угадал. Это поставка. Ну и просто перевод она. Я выиграл с этого. Ну, я не стал это из пакета накладывать. Их тут не так много. Всего 650 грамм. Двоих это вполне достаточно. Поэтому я руками сейчас покидаю. Так будет приятнее гораздо есть. Типа я сам их руками выловил из пакета. Сколько варить их? Варить буквально несколько минут. Ну, конечно, показатель это то, что они спойли. Обманули опять. Собственно, прошло почти 4 минуты. Смотрим, креветки спойли. Сейчас посмотрим, все ли. Да, все креветки спойли. Их не так много. Не большие. Все, выключаем. Переставляем. И вынимаем. Сначала это. Смотри, чтобы она зашла по центру. Все, нормально. Как нормально, если ты в другую сторону крутишь. А какую надо крутишь? Ну, ты чего раздраконила-то? Смотри, ее сначала чуть-чуть вынимаешь. Вставляешь. Ну, ты уже тут разб... Блин, еб. Ну, Леонид, мне глубоко зашла. Ну, все плохо. Зачем выключили? Мы один раз открывали карандашом. Это было самое крутое. Все. Профессиональные ножи. Самое лучшее. Сейчас. Зекундочку. Ох ты, блядь. Я тебе говорю. Давай она... Подожди. Давай ботинок ее. Я сейчас все открою. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что ты только до конца ее просверлишь, и тогда уже будет расплескиваться через дырочку в топке. Ну, что? А чем тебе не еду? Сколько я знаю, как? Ну, это же такой же штопор. Ну, это же место. Смотри, как ходит. Парень. А потому что... Смотри. Блин, ну... О, вышло. Ничего себе. Короче, только местным открывается штопором. Парень. Да. Субтитры сделал DimaTorzok